Микс Ньюс Наш гость сегодня исполнительный директор Мобили, компания-разработчика Чек Велтерии, Герд Славинч. Доброе утро. Доброе. Я напомню, что с 1 июля в Латвии уже проводится Чек Велтерии. Есть сайт, на котором можно зарегистрировать либо чек, либо квитанцию, либо билет. Таким образом, как сообщает служба госдоходов, это будет способствовать конкуренции, добросовестному выполнению обязательств со стороны предпринимателей. Ну и мы сегодня хотим поговорить о том, как это работает с вашей технической точки зрения. И вот уже сообщалось, что с того момента, как сайт начал работать, уже были какие-то кибератаки совершены. Я так понимаю, которые были отражены вами? Ну там про это я много комментировать не могу и не буду. Да, да, да. Ну, может быть, в общих словах, да. Не, ну, в общих словах, конечно, такие вообще бывают. И это у всех больших систем иногда. Ну, там, конечно, есть нюансы, о которых просто публично не говорится. Публично не говорится, потому что у вас какой-то договор о запрете распространения этой информации? Или почему вы не можете об этом говорить? Какая-то частная коммерческая тайна? Да. Хорошо. Вы участвовали в конкурсе для того, чтобы вы могли быть исполнителем, да? То есть было 7 всего организаций участвовало, претендентов было, вы выиграли. Цена вашей услуги составляет 337 тысячи евро. Это с налогами. Вот из чего складывается такая цена? Меньше было. Ну, может быть. 278 тысяч евро или без налога, 337 с налогами? Ну, там, то есть в этом конкурсе было так, что мы должны этот сайт, мы его поддерживаем 5 лет, то есть в этом включена разработка. Вы сейчас говорите о сайте мобиле? Не-не-не, о сайте чековой лотереи. Вы поддержите его 5 лет? Да-да-да. 5 лет, и она должна работать вот в таком виде, как она есть, 5 лет и без никаких проблем, ну, каждый час, каждый день должна работать. Так что эта сумма, она включает вот все, все, весь, какая-то разработка и… То есть это все на 5 лет? На 5 лет. А насколько вообще сложными были условия конкурса, сколько они были там выполнимыми, требовательными, насколько и так далее? Я бы сказал так, что они совсем не было… Ну, это, конечно, это не ядерная там какая-то разработка, это в принципе не… ну, я не могу сказать, что это сложно, это, конечно, тоже не такой поход по городу легким шагом, это, конечно, ну, это работа, которую можно сделать, то есть это ничего такого очень-очень сложного там нет, но там есть большая ответственность, вся сложность там в ответственности. Вот как раз по вопросам, что там будет большая нагрузка и по вопросам security, да, там вот такие вопросы, которые же там большая ответственность. Вы говорили о том, что для того, чтобы организовать лотерею и поддерживать сайт, вы планировали привлечься подрябчик, это Mobile Text, то есть я так понимаю, это ваша же компания, это просто какое-то отделение, где будет работать техперсонал, по сути. Ну, да-да, это наша, ну как, мы Mobile, мы больше работаем с людьми, так называемым фронт-эндом, то есть то, что люди видят, а наша, это даже не дочь, это черная, это сестра, наша сестра MobilityX, она больше работает с самими глубокими системами, они разработают, у них есть такой продукт, как сусидии в городах некоторых, то есть там уже они работают по серьезным вещам, да, то есть и нам так и было, мы делали то, что поверхность, они делали то, что в глубине, саму эту механику, лотерею и так далее. А для вашей компании, скажем, выиграть подобные конкурсы, вот реализовывать такой проект, это какой-то шаг вперед, и это повлияет, допустим, на оборот, на прибыль и так далее, или, в принципе, была некритичность у него ингрессии? Это для нас такой шаг вперед в будущем, и, конечно, это большой, для нас большой шаг, очень серьезный и новый направлений. На данный момент, как мы назвали, вот эту сумму, если разделить ее на пять лет, там даже одна, это, в принципе, примерно одна со всеми налогами, одна ставка программиста на год, да, то есть там этот конкретный продукт для нас абсолютно не для профита, он для того, чтобы сделать, мы идем на такой, на публичный сектор, мы хотим научиться и показать, что можно сделать эс-сервисы нормальным образом, так что они вообще понятны людям. Слушайте, а не обидно было узнать, что, допустим, изначально планировалось потратить на этот проект, СГД планировалось потратить 425 евро, это без НДС? Это там было публично, мы знали это. То есть вы специально дымперговали? Ну как, мы реально посчитали то, что нам на этот проект надо было, мы, конечно, как это первый публичный проект, была, наверное, вещь, которую мы и не знали, но, в принципе, пока я бы сказал, что мы держимся в своем этом, только что мы посчитали, мы держимся в том, как мы и планировали. На местном курсе, да? Ну, как мы и планировали, да. А вот в первые же дни, когда была объявлена лотерея, и люди начали активно регистрировать чеки, были ли какие-то сложности технические? То есть были ли вы готовы к такому количеству посетителей? Или, может быть, их не было так много, и вы рассчитывали на большее? Может быть, вообще подведем итоги, вот с 1 июля заработал сайт, да, где можно было регистрировать чеки, сегодня 10-е, у вас есть какие-нибудь числа? Сколько было зарегистрировано приблизительно чеков, квитов или билетов? В первые два дня это уже опубликовано, там больше, чем 40 тысяч было, и я могу сказать, что потом только разло. С каждым днем растет, да, количество зарегистрировано? Пока на данный момент с каждым днем растет. Вот воскресенье было самое большое, там даже... А то сколько? Больше, чем 50 тысяч за день было. А вот вы говорите больше, чем 50 тысяч, а если говорить о технических возможностях сайта, то я понимаю, что это одновременное посещение 20 тысячами пользователей, единоразовое. Да, 2 тысячи, там в конкурсе было условие 2 тысячи, но мы, конечно... А, 2 тысячи? 2 тысячи, да, но мы, конечно, готовились еще больше, и на данный момент, я бы сказал, мы пока еще не видели, чтобы мы не достигли там даже неких... там 20% от общей, ну, нашей... Нет такой возможности или резкого, знаете, как с электронной системой декларирования, когда 1 марта происходит глобальный сбой, из-за того, что несколько человек сразу пытаются авторизироваться? Ну, конечно, вот там, конечно, надо понимать, ну, как любой, который что-то, сам что-то разрабатывал, он в тот момент, когда, вот, например, ЭДС не работал, он, ну, публично ничего плохого не говорит, потому что, конечно, сделать систему, который одновременно, там, в одну минуту, если зайдет, там, 20-30 тысяч людей, и будут реально кликать и делать клик, это, конечно, сделать, чтобы там что-то не рухнуло, это, конечно, ну, вот это уже довольно сложно, то есть там, там и можно и просто что-то непрогнозируемо, непрогнозируемо случиться, да. Но, конечно, мы готовились на более-большую нагрузку, потому что, особенно там буквально 3 месяца, 2 месяца, когда были эти выборы, там не работала одна система, тоже там люди не могли, конечно, у нас тоже была маленькая паника в компании, но главное, чтобы такое не случилось с нами, да. Ну, как-то подготовились, и все прошло хорошо. Ну, каждый день, то есть сайт работает исправно, без каких-либо технических сборов, да? Ну, такого, вот, поскольку я работаю 20 с лишним лет в сфере, такого, чтобы какой-то сайт, который реально люди используют, чтобы он работал все время беспрорывно, такого не бывает. Там, Facebook в прошлой неделе не работал, WhatsApp не работал, да. Ну, то есть проблемы при больших нагрузках, даже при маленьких нагрузках, проблемы могут быть даже самым лучшим. Здесь вопрос от процента, да. Ну, я по имени сейчас вот не помню, сколько нам был процент, но я полагаю, там 1 или 1 процент в месяц мы можем там не работать. Ну, то есть мы должны достигать 99,8 процентов достигаемости. А вы, прости, пожалуйста, а вы сами участвуете в лотерее? А я сам не могу, и я должен был сказать всей своей семье, что, ну, как будто там… Ну, есть же друзья. Ну, вот я вот как раз вот в прошлой неделе должен был сказать своей семье и друзьям, чтобы лучше все-таки не надо, да. Почему? Это было бы не красиво. Ну, друзья, не, ну семья хорошо, да и потом, почему? Ну, журналисты действительно выясняют, да, что это приближенные к вам люди, и потом будет… Старый друг вот… Ну, конечно, всех… Вот не дай бог кто-нибудь выиграет, да? Всех я, конечно, не смогу, но вот если кто-то мой друг слушает, то лучше не надо. Просто участвуйте и удаляйте… Пожалуйста, не участвуйте. А во время разработки сайта или во время его презентации вы напрямую общались с главой службы госдоходов госпожей Яунземе? Да, да, было, было, да. И как она лично оценила вашу работу или уже готовый продукт? Ну, как говорится, пока все хорошо. Было… улыбалась и говорила, что хорошо. Поэтому, ну, мы должны там удерживать то, что есть. Конечно, мы это видим как только первая часть всей работы. Мы надеемся, что клиент тоже дойдет до того, что там надо и сделать уже немножко все поумнее. Не только такой… в принципе, на данный момент она простая форма, но мы видим, что это… мы вместе с клиентом должны сделать уже немножко поумнее. А вам легко работало со службой госдоходов? Да, мы были очень удивлены, да, да, очень. То есть вы ждали каких-то, может быть, более строгих… Ну, не, ну мы читали, ну как, мы же слышали, слышим, что люди говорят о всех государственных организациях, что там бюрократия. Ну, конечно, она есть. И мы тоже, ну, так много документов, как мы здесь, мы на своей обычной проекте не делаем. Что вас удивило? Нет, ну, в принципе, удивило то, что было все очень, ну… Цивилизованно. Думанно, я бы так сказал. Было очень, ну, с большим понятием. Ну, там, конечно, и что помогало, что в общем счету это должно было… Ну, это не был маленький срок, но все равно был срок, конкретный срок. И когда есть конкретный срок, тогда обе части, они как-то понимают, что, ну, есть там презентации в конкретном числе, и там невозможно, там, час туда, час туда, день туда. Да, невозможно. Так что, не, мы… Вот это наш МОЯ на мобиле, это наш первый, первый такой проект с государственным организацией. Мы очень удивлены, что там и компетенция, и все было хорошо. Я попрошу вас надеть наушники. Давайте начнем принимать звонки. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Вот у меня такой вопрос. Возможно ли установление терминала в чековой лотерее, скажем, в магазинах больших сетей, да, чтобы можно было бы, например, приложив чек, получив чек, приложив этот чек к определенному полю терминала, автоматически его зарегистрировать, и отсканировать, зарегистрировать и передать службе госдоходов. Ну, по аналогии, как, скажем, с банкоматом в больших магазинах. И второй вопрос. Вот информация с чеков имеет обыкновение исчезать. Это я проверила, ну, очень хорошо. Я, например, купила утюг, да, и для того, чтобы получить гарантию, в случае, вот как гарантийный чек, сохранила этот чек, да, и буквально через несколько месяцев, ну, практически на чеке ничего не осталось. Да, стираются тексты. Спасибо большое. Ну, наверное, с вторым вопросом, да. Здесь надо понимать, что на лотерее надо чек давать, ну, в конкретном месяце уже. В следующем месяце, вот, в июле вы даваете чеки на июль, а в август на август. То есть, хранить всего месяц, да, их надо. И когда, вот, ну, может, немножко больше там надо будет этот розыгрыш, и тогда тебе надо его показать. Если вы будете идти на годовой розыгрыш, там какая-то часть некоторых чеков идет на годовой розыгрыш, на большой розыгрыш, тогда вы должны его сканировать в ЭДС, в системе вида, и там уже делать копии, и все. И сам чек уже можете выбрасывать. Ну, если действительно так получилось, я сама тоже знаю, когда, допустим, сохраняем чеки после посещения врачей для того, чтобы подать их в ЭДС, и если он, допустим, хранится в кошельке, то может стереть, ну, вся надпись стереться, и просто из-за того, что там лежат другие, допустим, карточки, да. Как тогда действительно быть, если половина информации не видно? Ну, если половина информации не видно, то его, наверное, уже не можно давать под чек в лотереи, потому что просто, если вы выиграете, ну, давать-то можно, там это, но если вы выиграете, просто получится так, что он не будет, наверное, защитным. И вот по поводу второго вопроса. Первого вопроса. В принципе, эта визия продукта, она на 2-3 года, она такая, что там бы была такая возможность, что чеки идут автоматически. Ну, это будет при наличии покупки банковской карточки. Если вы будете покупать продукт, ну, что-то в магазине банковской карточки, тогда и до этого где-то будете в системе зарегистрированы, что вы хотите, чтобы ваши чеки автоматически участвовали в лотереи, они автоматически будут идти при покупке в лотерею. Но это пока такая визия есть. Там, конечно, это уже вопрос бюджета и закупка. И это уже не под наш контроль. Но такое вот предложение мы сделали, что так технически это возможно сделать. А так терминалы поставлять, это было бы очень дорого. И на каждый магазин, каждый терминал, он бы стоил порядка 5-10 тысяч, насколько я знаю. И я бы сказал, что таких терминалов я вообще еще не видел, которые сканировали чеки. И это было что-то новое, разработка очень дорогая. Ну, то есть сейчас получается, что вы, по сути, выиграли тендер, то есть у вас есть заказ, но при этом вы подали сейчас уже на расширение этого проекта, получается. То есть давайте мы будем туда теперь чеки автоматически привязывать. Естественно, что это стоит дополнительных денег. Ну, это даже не мы, это уже тот же самый вот Волсенья, Мудренность, они уже, они тоже думают о том, какие бы должны быть следующие шаги. И там, конечно, будет своя процедура, и я не могу сказать. Это прям поларада такой, можно расширять до бесконечности. Сначала это, потом то сделать, просто... Бесконечности нет, там, в принципе, какие-то два шага, но тот последний шаг, он, конечно, большой. Это было бы что-то очень инновативное и по всему миру. Да, я напомню, исполнительный директор компании Мобилы, это компания, которая занималась разработкой и до сих пор занимается государственной чековой лотереей. Звоните нам 672-12-939, 672-13-939, задавайте свои вопросы, если вы собираетесь, либо уже поучаствовали в государственной лотереи. Ну, вы сказали, что самым сложным в процессе создания было разнообразие чеков в Латвии. Да, тогда можете, конечно, снять. Вот, и мы тоже попытались зарегистрировать некоторые чеки, и действительно столкнулись с тем, что не всегда понятно, допустим, на сайте есть пример, образец одного из чеков, допустим, да, как заполнять, но все чеки разные, не везде указан номер, допустим, там, кассового аппарата, но четко прописан, или номер чека даже не найти. Вот как поступать в таком случае? Ну, там есть, мы на сайте поставили, там есть некоторые примеры, если видите, что что-то не хватает, и тогда надо присылать на e-mail, там указаны контакты чеков в Латвии, и будем рассматривать, и таких чеков видов много, и поставлять тоже пример. Та проблема, что в Латвии очень большая разнообразие чеков, это есть очень конкретная проблема, это, конечно, на данный момент это дает, ну, такой сложность при коммуникации, как вот, я даже не могу вам ответить, ну, вот, да. Ну, сколько их, вот сколько вы уже увидели разных… Больше чем 50 видов. Больше 50 видов, да. И там проблема такая, что они тоже вот, тоже то, что был вопрос, люди вот их вот держат так или так, и так, и он немножко там, даже через день он может быть выгоден. И если вот там для системы, вот, чтобы сделать вот тот следующий этап, чтобы автоматически распознавать чеков, чтобы не было там процентов больше, чем 10 процентов ошибок, это для нынешний момент, для artificial intelligence, это очень большая загадка. То есть, если даже человек с этим не умеет, для человека это сложно, для меня тоже сложно. Мы делали тесты на… У нас есть такой большой мешок с чеками, и делали тест на коллеги, и даже люди не могут очень сложно распознавать. И, конечно, это большая проблема. Какой номер, чему соответствует, какой графе и как регистрировать, да. Это большая проблема, да. Ну, вот вы поговорили об этом наверняка и сказали об этом сотрудникам СГД. Теперь, может быть, они знают, что у нас там около, или даже больше 50 разных видов чеков. Может быть, планируется и в этом случае изменить какие-нибудь, не знаю ли, вести новые поправки к закону о том, чтобы это как-то стандартизировать. Ну, мы, допустим, сейчас с кассовыми аппаратами так поступили, может быть, и с чеками. Я бы сказал, что это был бы очень хороший путь. Вообще, я, как уже сказал, я будущее вообще вижу в том, что чеки, они вообще идут автоматически, и они не печатаются. То есть, ну, почему эту бумагу тратить вообще? Губи деревьев, да? Ну, они там, деревья там немножко далеко стоят от этого материала, но где-то там стоят, да. Почему это вообще вот такой ресурс тратить? Это лишний, но, конечно, пока это нету. Я бы сказал, что это было бы очень хорошо, чтобы как-то стандартизировать. Но в Латвии, конечно, поскольку очень много разработчиков кассовых аппарат, там это, конечно, ну, я какую-то стандартизацию, я полагаю, что совсем не воспримут с большим восторгом. Да, потому что стандартизация для того же предприятия будет означать огромные финансовые вложения, им нужно будет менять кассовые аппараты, менять систему настроек, менять закупщик, а потом появится один закупщик, который будет монопольно продавать кассовые аппараты. Ну, поскольку вот это где-то уже 10-15 лет вот такой запустили, что там нет такой стандартизации. Например, в Литве там есть свои стандарты. В Эстонии там немножко рынок другой, там тоже этих видов намного меньше, 10 раз меньше таких видов. То есть, а у нас мы вот посчитали больше, чем 50, но это, я думаю, что… Не потолок. Не потолок, да. Два вопроса будет. Первый, откуда вы узнали о том, что СГД проводит подобный конкурс, в котором вы можете участвовать? Здесь можно рекламу давать? И перкумел.в. Сайты государственных закупок в том числе, да, где можно. Ну, это частный сайт, который… То есть, вы просто отслеживаете, специально смотрите, где вы можете поучаствовать? Да. И что вы хотели добавить? Не, ну, конечно, я думаю, что большинство фирм, они… Конкурсов очень много, и это почти единственный конкурс, который мы за последний год как мобили. Наша это мобили и тейкс, они больше работают с государственным сектором, но как мы были, мы первый раз и единственный раз, где мы сейчас участвовали в конкурсе, не по нашей прямой линии транспорта. И что вы брали за образец? То есть, пришлось ли вам изучить, допустим, примеры других стран? Может быть, там, не знаю, ездили куда-то, смотрели что-то, искали что-то, потому что подобные лотереи проводятся, мы не первые, кто их проводит, они проводятся вообще в мире, это довольно популярная штука. То есть, что вы брали за основу, что для вас являлось примером, и как вы это выбирали? Да, есть страна-ориентир? Ну, больше мы смотрели на Литву, как в самой ближайшей по ментальности и по, не знаю, по всяким… Параметрам. По всяким параметрам очень похожее государство смотрели на Литву. Там есть своя… Мы тоже прогнозировали эту активность по Литве и США с Латвии, ну, я бы сказал, где-то пять раз больше активность по чековой Латвии, чем в Литве. Это, конечно, ну, в каком-то смысле нас порезило, я думаю, даже в позитивном больше. Ну, вот вы сказали о том, что где-то в идеальном мире, в принципе, вам видится жизнь без чеков. Как это возможно? То есть, ну, допустим, мы пользуемся любыми услугами, либо совершаем покупки, и что происходит дальше? Ну… То есть, это всегда только безналичный расчет получается? Это… Это… Так, нормально, технически это можно сделать безналичным. Ну, как вам это видится? Ну, там так и так, и когда ты платишь карточку, тогда касса и автомат, он… Ему дается информация от центральной системы, банковской системы, что вот у этой банковской карточки есть чековая лотерея, и присылайте чек. Он кассовый аппарат дает чек онлайн. Это, в принципе, ну, тоже не ядерная разработка. Это можно… Там есть, конечно, свои сложности, но это, в принципе, система, которую технически можно сделать. Ну, только что слушательница тоже подняла вопрос о какой-то автоматической регистрации, да, но если мы не говорим об установлении терминалов, давайте поговорим о разработке специального приложения, чтобы жители не путались вот в этих параметрах, да, что и куда надо водить, в какую графу. Я так понимаю, что в ближайших ваших планах это создание такого приложения, может быть, сканера, да, там, с помощью камеры вы фотографируете, возможно, присылаете его, и он сам все распознает и считывает. Ну, это сейчас, конечно, зависит от клиента, ну, они должны сделать решение и так далее. Но здесь, вот как я уже сказал, проблема, мы сейчас протестировали почти все публично достигаемые системы, которые сканируют человек, и так и есть. Там в Америке сделано довольно много, вот в Эстонии есть стартап, который такой сделан, но там проблема в том, что вот они все, насколько мы тестировали, там процент ошибок где-то 40%, да, даже 50% ошибок, и просто на этом объеме, вот, просто представьте, если там 50 тысяч чеков в день дается, и там ошибка будет на 20 тысяч чеков, да, это просто объем ошибок, он очень большой. И поэтому, конечно, эта система должна работать с очень маленьким процентом в ошибках, ну, не больше, чем 10, лучше даже 5%. И для вот этого разнообразия чеков, это как будто, мне даже самому как-то трудно поверить, но это так и есть, что вот это разнообразие латвийских чеков, вот этот artificial intelligence, он не может с этим вот нормально пока справиться. Мы, там есть идеи, там есть инновации по самому процессу, как вот это, как он вот это делает, вот этот intelligence, там немножко поменять, но там надо будет смотреть, вот какой этот будет вот этот процент, потому что при таком объеме, вот это очень важно, чтобы этот процент был маленький. Это, я бы сказал, вот это уже будет такое довольно сложное занятие, задание, и вид, они, поэтому этот первый этап сделать такой простой. Может быть, немножко для человека он не так удобный, но там идея была, в принципе, такая, это называется MVP, Minimum Iable Product, где изначально сделается вот сам минимум, чтобы вот тут, что минимально надо, чтобы система работала. И потом уже будут ставиться вот какие-то вот инновации или новейшие вещи уже потом. Так что я бы сказал, что они правильно сделают, при той ситуации, как она с этим чеком есть, это бы, а то можно было бы так, как иногда мы видели, не только в государственном проекте, но очень много, что хотят сделать что-то очень-очень крутое и большое, и так и два-три года делают, и так и не сделают. Этот вопрос, может быть, не совсем вашей компетенции, но я все-таки спрошу, мало ли вам известно, общаясь со службой госдоходов, вот даже после первого же дня проведения чекового лотерея и работы сайта в службе госдоходов увидели, что не со всех чеков государство получает налоги. То есть это фейковые чеки, я хочу сказать? Не-не, но там было какое-то там, как-то это очень интересно случилось, это никто ни из нас, ни из госслужбы так не говорили. Это как-то там пошло, такая новость. Это как раз, это связано именно с заявлением службы госдоходов, они сделали некорректное заявление, но и дальше началась путаница. Да, там какая-то путаница пошла, там в первые дни просто были, ну как, у нас были тестовые чеки, и плюс еще люди, конечно, дают с ошибками, ну там ошибаются в какой-то номере, и просто в первый день какая-то часть была такая, а мы сейчас уже смотрели, она с каждым днем очень-очень падает, вот эта ошибка, люди тоже научатся, лучше учатся вводить чеки, там не ошибаются, в номерах так много, и конечно-то таких, чтобы налогов платили, там такого анализа пока еще не было, и это уже, может быть, в конце месяца, там вид, что-то такое будет делать, а на данный момент такого анализа не было. Ну сейчас можно исправить подданный чек, то есть ты уже его зафиксировал, и уже, если ты заново регистрировал, а заново регистрировал, а вы столкнулись, допустим, вашей компанией, в частности, с тем, что выиграв подобный тендер, там в ваш адрес были какие-то заявления, там все куплено, ну наверное они заплатили, наверное там свои, поэтому вы выиграли, никто же у нас не верит в возможность выиграть честного государства. Я поэтому комментарии в портале не читаю лучше, но не знаю, ну, я бы сказал, ну идите с такой, вот был тендер, и на данный момент мы, это не было так, чтобы мы были там самыми дорогими, просто других там по каким-то там, что там, комнат там где-то поставили, так мы такие тендер тоже выделили, и сами участвовали, был такой тендер в городе Риге, 6 лет назад, где мы выиграли, а нашли предлог что-то там поменять, и... А что это был за тендер? Тендер на аппликации города, упаковка, и конечно нашли повод там что-то там поменять, там, ой, нет, этот тендер не считается, сейчас будет новый, а вообще тендера не будет, мы там заключим как-то договор там сам. Вот поэтому вопрос, если участвуют в подобном конкурсе, в подобном тендере, вы сами верили в успех, или сделали это вот на авось, грубо говоря? Не, ну, все-таки тендер, если кто-то подготавливал латвийский тендер, это довольно серьезная работа, там, пачка документов, это такая страна, где все-таки бюрократия очень важна, и вот пачка документов была очень довольно такая большая, так что мы бы не делали, лишь не верили, что можем выиграть, да. В Латвии все-таки, ну, можно, можно тендеры выиграть, но иногда, конечно, бывает, что плохие выигрывают. Ну, бывает и так, но большинство, я бы сказал, я такой довольно оптимистический, я особенно по маленьким суммам, это было при государственной закупке, это сумма очень маленькая, там, я думаю, что все возможности. А не будет такого, что, допустим, вот пройдет месяц, пройдет два работы сайта, и вы увидите, что большинство чеков, там, 90%, это все супермаркеты, Реми, Максима, Мега, я не знаю, и таким образом, ну, понимая, СГД же преследует свои какие-то определенные цели, да, в том числе, там, борьба с ценевой экономикой, и, понятное дело, что в таких, ну, на таких предприятиях всегда выдаются чеки, и они будут исключены, допустим, из этой системы. Ну, я думаю, что там это не так легко, во-первых, там есть конкретный закон, который принимается саймой, да, так что там, там просто что-то как-то так менять, это, там надо, это процесс очень сложный, да, то есть, я думаю, что то, что, как в Латвии сейчас это идет, о том, чтобы у человека было просто вот такое, вот, забыл слово, Ира Домс. И мы не помним. Мы потом вспомним и спросим. Да, чтобы было, чтобы человек просто автоматически, вот, автоматически везде брал привычку, везде брал чеки. Вот, идет в Риме, идет парикмахер, идет на маленький, там, сельский какой-то магазинчик, всегда берет чек, чтобы это было вот просто автоматически, да, и поэтому я думаю, что это не так плохо, что есть и Риме, и все такое, что просто вот это было, у тебя вот такая рутина брать чек. Возвращаясь к стоимости ваших услуг, вы оценили в 227 тысяч евро в течение 5 лет, это, по сути, 3700 евро в месяц, это где-то, ну, получается так, если на 5 лет, то каждый месяц, правильно? Больше. Ну, около 4000 евро. Больше, чем 4000, да, да. Но это работа, в принципе, двух программистов, полноценная круглая, там, такая работа, то есть вы уверены, что вы, ну, уложитесь в эту сумму? В смысле работы двух программистов? Ну, зарплата программиста сколько? Ну, 2000. Да, тем более, то есть... С налогами больше. Могло бы быть и больше. Ну, могло бы как-то. Нет, с налогами, поскольку в IT-сфере, в Латвии почти все платят налоги, и полные программистам уже, потому что в IT-сфере тиновая экономика очень-очень маленькая, и, конечно, программист на наше время стоит намного больше, чем вы говорите. Да, ну, вот поэтому и вопрос, то есть вот эта сумма, которую вы озвучили из ГД, из которой вы выиграли, то конкурс хватит ли вам ее, она должна поддерживать работу в течение 5 лет? Ну, поддержка, это не означает, что там человек сидит 8 часов в день, на что-то смотрит и поддерживает. Так система не разрабатывается, да, то есть система разрабатывается, чтобы они работали более автономно, и, конечно, самая большая работа в процессе разработки, там, в первые месяцы системе, потом уже эта поддержка идет при наличии, вот есть какие-то ошибки, там, что-то случается, тогда идет поддержка, да, то есть в поддержку включены там серверные ресурсы, там, и все такое, да, то есть, ну, и, как я уже сказал, на данный момент пока я, как руководитель компании, оптимистичен, все пока идет более-менее по плану. А скажите, вот по поводу именно регистрации чеков, что будет, если, или, может быть, есть какой-то лимит на определенный номер телефона, если человек будет в день загружать, я не знаю, там, по 100 чеков, да, с одного номера телефона, подработка для бездомных, ну, или собирать, да, то есть... Ну, насколько я знаю, нет лимита. Нет лимита? Да, если что-то не путает. А как будет проходить сам розыгрыш, вот как будет выявлять победителя, чтобы у людей не было никаких подозрений, что это действительно проходит честно? Ну, вот это, конечно, очень сложно так по словам рассказать, там надо рисовать схему этого. Ну, пожалуйста, попытайтесь. Но, в принципе, это... Так. Это какой-то алгоритм. Там, конечно, есть алгоритм. Состоящий из номеров телефона, либо чеков. Да, 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 но там, в принципе, вот все чеки в конце, когда закрывается месяц, они идут в алгоритмацию системы, центральной системы госслужбы, то есть вообще там валидируются ли это вообще реальные чековые аппараты и компании. Там тоже валидируется на какой... что за услуга эта компания, либо это продукты, либо услуги. Там на услугах есть более большая вероятность выиграть. Так что всем надо помнить, что в чековой лотереи, если вы идете с чеком парикмахера или любой другой услуги, возможность выиграть больше, чем с чеком Риме, например. То есть с чеком... Да. Даже это учтено в алгоритме. Да, да, но это было... это в самому законе записано, что так должно быть, что алгоритм должен быть такой, что чеки услуга, они у них выиграть вероятность на 7 раз больше, чем чеком продукта. То есть мы сейчас раскроем секрет успеха слушателям, да, вы старайтесь чаще, если вы хотите выиграть главный приз, там 50-20 тысяч евро, 5 тысяч... Ходите в парикмахерский. То вы пользуетесь, да, услугами, а не регистрируете чеки из продуктовых магазинов. Ходите в парикмахеры, да, будете выглядеть хорошо, плюс еще и богатым будет. Давайте, пожалуйста, еще раз наушники, да, примем звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе. Два дня или три дня назад глава ВИДа была на российском радио и слушал, она и тоже это, ну, спрашивая кто-то люди, она опровергла, сказала, что это неправда, что эти чеки на услуги, ну, больше выиграть могут, потому что она сказала, что это неправда, ну, все чеки одинаково могут выиграть. Да, спасибо. Может быть, я что-то мне так сказал, не знаю. Ну, в общем, регистрируйте все чеки от данных законов. В любом случае, в парикмахеры идти надо, это во-первых, и все чеки надо давать, конечно, потому что здесь отличие от других всех лотерей, здесь не должен платить за участки лотереи, это, конечно, очень большая разница с другими лотереями, ты просто уже что-то покупаешь, это лотерей как добавочный бонус, да, так что, может быть, а, знаете, тоже бывает, что человек не все знает конкретно, точно, и, может быть, я что-то перепутал. Да, но по поводу, допустим, регистрации чека, что будет, если, допустим, человек совершил опечатку, неважно, там, номер чека и более того, там, или шасси, да, это может быть повлечь какие-то, не знаю, ну, там, проверки или интересы в сторону предпринимателя, который выдает чек, вы же понимаете по ошибке, по ошибке. Нет, конечно, я точно не могу, вот это я никак не могу комментировать, что там произойдет с видом, потом с предпринимателями. Я бы, конечно, если был, вот я, я был в компании, которая там что-то США с чеками там манипулирует, я бы немножко подумал два раза делать, не делать на их место. Но как там вид будет это все делать, это я вот уже точно не знаю, это уже не в моей компетенции совсем. А если, допустим, ну, парикмахер, который работает у себя в салоне, да, к нему пришел клиент, он выбил чек, ну, у людей, как мы выяснили и мы знаем, еще нет привычки в нашем обществе постоянно брать чеки, да, их выбрасывают, либо, ну, либо просто не берут, и он берет из своего салона свой же чек и регистрирует, и он побеждает, и потом выясняется, что победил человек за регистрированным чеком собственного предприятия, он является учредителем, ну, допустим, если парикмахер открыл свой салон, это тоже будет считаться победой. Вы, допустим, не имеете права принимать участие сотрудники СГД, да, в лотерее, а вот как определять такую победу? Вы об этом не задумывались? Ну, это как в конце, наверное, дня, в конце рабочего дня максимума или рим, например, любой торговой сети могут набрать 20 чеков, сидеть полночи их регистрировать. В принципе, да, ну, наверное, так, ну, поэтому надо брать свои чеки, все, чтобы у парикмахера не было... Поднимателю выиграть свою же услугу, возьми чек. Я, конечно, вот как, я не могу участвовать, я свои чеки оставляю и говорю вот продавцу, и так уже у меня уже такая привычка сейчас, это вам на чековой лотерее, да, поскольку я сам не могу, но все слушатели, вы можете и не оставляйте чеки, там вот у Рима стоите вот эти такие корзины, не оставляйте, берите. И чужие берите, да? Нет, так я не сказал, нет, чужое все-таки брать не надо. Спасибо большое, это был исполнительный директор компании Мобилы, это компания-разработчик чековой государственной лотереи Герц Славинш.